Всем привет дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и сегодня у нас Marl Stike Force. Сегодняшнее видео будет посвящено у нас одному из членов Фантастической Четверки, а именно Мистеру Фантастику. Давайте начнем обзор. Мистер Фантастик, настоящее имя Рид Ричардс, основатель Фантастической Четверки. Рид обладает обширным познанием в области механики, аэрокосмической инженерии и электротехники, химии, всех уровней физики, человеческой и инопланетной биологии. В результате космического обучения Рид Ричардс пребывал в способности и эластичности. Он способен изменять свое тело по собственному желанию, что позволяет ему растягиваться, деформироваться и преобразовать практически в любой форме. Свои способности Мистер Фантастик использует как в наступательных, так и в выбрательных целях. Сам Ричардс скорее исходит от способностей его интеллекта, не вяжет тело. Вот такой вот интересный персонаж, к сожалению в игре он не сможет никак раскрыть свой интеллектуальный потенциал, но мы сможем раскрыть его потенциал, его эластичности. Поэтому давайте посмотрим, относится он к герою, Космос, Био, Сдерживатели, Фантастическая четверка и 70-й Марвел. Первое умение. Растягивающая нагрузка. Наносит основной целью 190% урона, также атакует до двух ближайших целей, нося при этом 150% урона. В контратаке прорывает цепочка атак. Неплохое довольно-таки получается первое умение, потому что наносит хорошие цифры по урону. Конечно, 190% не самый сильный по урону именно с первого умения, но нужно понимать, что это цепная атака, то есть мы атакуем не одну цель, а в теории мы атакуем три цели, то есть потому что две дополнительные цели. Также есть смысл прокачать за пельсинки, потому что плюс 40% к основному и дополнительному урона. То есть будем наносить тут мы 230% урона, здесь будем наносить 190% урона, плюс еще одна дополнительная цель, которая будем наносить еще 190% урона. Конечно, минус в том, что в контратаке прорывает цепочку атак, тем более если учесть, что это война альянсов, когда мы смотрим этот пакт в целом, потому что он предназначен для этого. А там много у кого есть контратаки, есть в комнате, где есть сразу контратаки, плюс там есть комната с эндомными бафами. То есть как бы в теории, конечно, урона много, можно наносить это умение, но все-таки есть такой минус небольшой, что в контратаке прорывает с почвы атак. Но есть неймор, который снимает все бафы, поэтому нужно, конечно, будет бестить, но за пельсинки стоит присмотреться. Второе умение, опутывание, но это основной цели 330% урона и шансов 50% накладывает оглушение. Второе умение, конечно, очень сильное, потому что это хороший таргетный именно урон, то есть 330% это много, плюс есть дизейбл, то есть один из самых лучших дизейбл, это оглушение. Нужно прокачивать за пельсинки, это 100%, потому что будет носить 400% урона в таргет в войне альянсов, естественно, будем еще получать дополнительный урон от неймора, плюс еще будет усиление атаки, то есть там, сами понимаете, цифры будут колоссальные по урону, плюс это 100% будет, убираем вот этот 50% шанс оглушения, то есть 100% стан, это, естественно, всегда плюс. Единственный минус, конечно, это перезарядка, его довольно-таки большая, но нужно понимать, что это сильный таргетный урон, плюс стан. Ну и последнее, ультимативная способность, штурм с орбиты, наносит основной цели 390% урона, также снимает усиление защиты с этой цели, эта атака имеет дополнительный 100 тысяч концентрации, и эта атака невозможно заблокировать. Довольно-таки интересная тоже у него ультимативная способность, как можно увидеть, у него все перезарядка 3 хода, больше похоже на второе умение, а второе умение на ультимативную именно, но нужно понимать, что это тоже такой сильный урон, 390% урона, конечно, на капе будет 450, но я бы не стал прокачивать его за пельсинки, потому что больше она никаких эффектов дополнительных не дает. То есть мы можем снимать с, получается, таргета усиления защиты, тем более мы получаем тут вообще какое-то неимоверное количество концентрации, то есть, не знаю, кто может заблокировать какую-то дополнительную концентрацию. Честно говоря, разработчики постоянно удивляют, потому что они дают какому-то персонажу плюс 1000 к сопротивлению, потом ты думаешь, ну, нафига такие цифры, потом сможешь 100 тысяч концентрации, плюс этого персонажа еще пассивка на концентрацию. Конечно, в первую очередь усиление защиты круто снимает, знаете, с кого? Именно с Колоса, потому что Колос, когда имеет усиление защиты, у него повышается там сопротивление, там сколько-то тоже там на 1000, по-моему, процентов, то есть с него, если у него висит усиление защиты, с него бафы обычно не снять. Может снять только Феникс, получается, потому что у нее там тоже там 10 тысяч плюс концентрации там с ультимативной, то есть она может снять, а этот персонаж, получается, может снять с него тоже усиление защиты, и, соответственно, мы убираем такой сильный, сильного танка, и, соответственно, можем разорвать, разобрать, получается, всех людей Икс, а не другой Колоса. Поэтому умение, конечно, крутое, именно вот это усиление защиты, то есть нужно это понимать, что это не просто так сделано, это сделано, потому что люди Икс круто показывают именно тоже в войне, и нужен пак, который будет уже их сносить, а фантастическая четверка будет их сносить. Ну и последнее, его пассивное умение во имя науки, конечно, каждый раз, когда сможем на все эти пассивные умения новых персонажей, ну, так даже так пролистывая, конечно, колоссально они дают эффекты, потому что плюс 50% концентрации, то есть 50% сопротивлению, вся фантастическая четверка и Немер получает, то есть на 50% мы эффективнее накладываем свое умение, в том плане, что тяжелее будет сопернику сделать какое-то сопротивление, плюс мы имеем сопротивление хорошее, то есть 50% естественно это дофига, плюс еще, конечно, вот эта крутая фишка, что в начале хода, и в хода любого соединника из эстетической четверки, с шансом 100% накладываем на себя и Немера, получается, срочную помощь, то есть это как у Мисс Марл, то есть он накладывает Буяном срочную помощь, тут то же самое, то есть, а тут вообще шанс 100%, то есть наши персонажи будут постоянно приходить на помощь, то есть там будет большое количество урона, плюс, получается, пассивка Немера дает урон, плюс, получается, факел дает усиление атаки, то есть, представляете, под увеличением урона, под усилением атаки, нашим афтастическим четверком будет постоянно приходить на помощь, то есть там будет нарезка пара БФ, я успел сделать, там видно, что они просто постоянно приходят на помощь, и там, честно говоря, урона столько, ну, запредельные цифры, также, что еще круто, что мы снимаем слепоту, получается, если накладываем срочную помощь, то есть наши персонажи еще не будут промахиваться, но этого разработчики показалось мало, и они решили еще добавить, получается, в начале хода выбирают два случайных фрага, то есть, и снимаем с них по одному эффекту, то есть, минус, получается, два каких-то бафа на наших фрагах, то есть, ну, блин, конечно, пассивка у нее тоже супер жесткая, нужно это признавать. Перед тем, как я расскажу свое мнение по этому персонажу, давайте посмотрим пару боев вообще с этим героем, именно в Ване Альянсов. Давайте посмотрим один бой в Ване Альянсов, что такая у меня солянка, потому что, естественно, полноценной еще фантастички четверки у меня нет, но просто обратите внимание вообще на этот урон, именно эта Вана Альянсов, как видите, просто цифры колоссальные, и постоянно тоже, видите, срочная помощь идет, то есть, как бы, против этого тяжело будет играть, вот у меня пока тут три персонажа всего было, но видно, что просто срочная помощь постоянно идет, то есть, постоянно идет дополнительный урон, и дополнительный урон серьезно идет, то есть, видите, опять срочная помощь. И еще один бой Как видите, он у меня, по-моему, от 18 сентября То есть я давно уже предоставил материал Тоже обратите внимание Тут просто главное на этот урон Уже как видите Тут у меня 4 персонажа, но существо прокачано Вообще слабо И конечно в первую очередь бросается просто Под усилением атаки, постоянно срочная помощь идет То есть тут примерно пак защитников Равный по мощи, то есть я подбирал И просто пак разваливается в дуле Просто в дуле Нужно это конечно понимать И рассчитывать, что вот эта фантастическая четверка Скоро будет всех уничтожать Но вы сами все видели, то есть два боя показал Именно в Ани Альянс Больше материала собрать было тяжело, потому что бои Каждый день не получается записывать В том плане, что есть период как сегодня Плюс там Еще бы качал этого персонажа Соответственно много материала нельзя снять было за это время Но уже видно Даже вот по Основному персонажу, то есть Мистер Фантастик Получается факел И Немор, то есть Эти три персонажа, они уже дают кучу урона То есть против них уже будет тяжело сражаться Но в первую очередь, конечно, бросается в глаза То есть пассивка Мистер Фантастик То есть это срочная помощь Под усилением атаки Под увеличением урона от пассивки От Немора Как я уже неоднократно говорил То есть это много Прям очень много урона То есть там цифры Сами видели Это включение, что все паки Которые я подбирал То есть у меня такие были солянки Как вы могли видеть Там Гамора была Там Йон То есть это персонажи Которые просто остаются Именно в войне И как бы У них нет синергии В том плане, что нужно Просто как-то паки выбивать И ты какую-то солянку собираешь И даже там Вот эти просто Основные три персонажа Вносили максимальный КПД И максимальный урон То есть на что есть У нас есть хорошее умение Получается первое Которое носит хороший урон То есть Под усилением атаки Нам будет много носить урона Также есть крутой стан И крутой получается Дизейбл В том плане, что Мы можем снять Усиление защиты Там с колоса И соответственно Можно пробивать Основных именно людей Потому что все-таки Я вижу вот это умение Все-таки заточено Против именно колоса Потому что с него тяжело снять Именно провокацию Когда на нем усиление защиты есть Когда у него нет усиления защиты То есть он превращается в такой Не колоса А просто такой Прям игрушка для битья Потому что иначе Усиление защиты С него легко будет снять все бафы Но вот эта пассивка Это концентрация урон То есть мы снимаем еще бафы Плюс снимаем слепоту То есть Ну как бы Прям Прям Ну очень много всяких эффектов Получается Таким Не знаю зачем Именно Ну столько прям перезагружать Точнее перезагружать А перегружать Именно персонажей В том плане у них и так Прям Много Там Существо дает броню Получается Немер дает атаку Там не знаю Ну как бы Тут получается срочная помощь Сопротивление Концентрация Прямо Ну все уже есть у персонажей Соответственно Уже я прям вижу Что эти персонажи Будут просто разносить всех То есть Была такая вещь Когда братство вышло На всех Разносило Люди Икс Когда вышли Они всех Разносят Но вот это место Получается Вот эта Анастасийская Четверка Конечно она В первую очередь Ориентирована Именно под войну Альянсов Но Сами понимаете Война Альянсов Это один из Прилипетов Сейчас Именно Во всех кланах То есть На него Делается большой акцент Упор И соответственно Если мы Выкачиваем этот пак И будем Разносить Получается В атаке Какой-то Ну сильный пак Там Альтрона Людей Икс Естественно Это плюс Конечно Жалко Я не смог Проверить Именно пока Насколько Этот пак Может выносить Именно Райянсов Паках У меня прям Такое ощущение Что Он может Вносить Там Что-то Не под 100 тысяч Плюс Потому что Ну как бы Немор Довольно-таки Быстро Ходит То есть Он снимает Бафа Снимает Шкалу Скорости В достижении Атаки Можно Подсрочной Помощью Быстро Како Все это Дело Размотать То есть Как бы Конечно Сложно Скать Но именно Смог Да не На 100 Тысяч Плюс Вынести Ну оппонентов Потому что Нужно Тестить Не хочется Пока рисковать Именно Войне Альянсов То есть Там Как бы Брать И Тестировать Потому что Война Альянсов Все таки Нужно Побеждать Поэтому Не основа Конечно Фантастическую Четверку Но его Пассивка Как бы Заставляет Тоже Этого Персона Прокачивать В том плане Что он Много Будет Давать Урона Поэтому Если вы Хотите Фантастическую Четверку Его Покачать Обязательно Но Как вы Уже Могли Понять Фантастическая Четверка Это Просто Один Из самых Сейчас Будет Метовых Паков Поэтому Стоит Его Прокачивать И Стоит Естественно Качать Мой Канал И Кто Хочет Поддержать Меня Ссылочки Тоже Будет В Описании Скоро Будет Розыгрыш Одного Интересного Аккаунта Где Есть Альтрон Один Из моих Подписчиков Хочет Мне Дать Свой Аккаунт Второй Поэтому Скоро Будет Информация Про Этот Аккаунт Буду Разгрывать Его На Стриме Поэтому Кому Интересно Сразу Подписывайтесь Чтобы Узнать Ближайшую Сразу И Скорую Инфу По этой Теме Поэтому Ставьте лайки Лайки ускоряют Дату Следующего Видео Всем Удачи